Наконец-то мы здесь, в городе Казань, на заводе «Позис». Все бельные события, которые происходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, как правило, «Позис» всегда поддерживают. Я даже думал, что здесь охраняемой компанией «Позис», и сегодня мы приехали сюда для того, чтобы посмотреть, как это все производит. Я хочу представить, куда-то ранее, что еще. Можно просто было. Хочу начать с того, чтобы вас поблагодарить за то, что наконец-то действительно вы к нам приехали. Мы в этом году отмечаем 60-летие со дня производства первого холодильника. На сегодняшний день порядка 75 различных моделей и более уже 500 различных других казов. Традиционно мы начинаем нашу экскурсию по шоу-руму с одного из первых миров холодильников. В 1959 году мы впервые начали производить этот продукт. Это рабочий экземпляр. То есть здесь все оригинальные материалы, комплектующие. Очень многие, кто там приезжают, вспоминают или говорят, что у меня у вас, где-то на даче, там, на холодильнике, в первых правых производствах. Ну, почему мы здесь не работаем? Здесь металл, например, в три раза толще, чем сейчас используют современные производители. Ну, таких старых машинок. Мне кажется, рынка не хватает, вот такие вот ретро-холодильники. Мы думаем, что в ближайшее время нашего производства потребителей мы предложим в том числе и нашу технику вот в ретро-дизайне. Здесь представлены встраиванные на холодильнике. Это прототип. Изделие, которое мы со следующего года планируем начать серийным производить, это и холодильник. Здесь и представлен и морозильник. А еще чуть вперед забегая, мы планируем производить и другую крупно-ботовую технику. Это и посудомоечная машина, это и духовки, ну и другая крупно-ботовая техника. Любой из серийных производительных холодильников мы можем использовать в любом из этих цветов. Здесь тоже такая вот наша, наше интересное предложение для наших клиентов, это холодильник сайт-бай-сайт. То есть действительно, по большому счету два холодильника, перенавешанные двери между собой соединены. Конечную цену стоит 53 тысячи рублей. Это на фото-болевые, это очень круто. Традиционно хозяйка, если в морозильник или в холодильнике что-то скажут, у нее руки замяты. То есть вот таким вот способом дверь открывается, можно поставить и спокойно закрыть. Опять, если случайно пройдем за делом, то есть вот, буквально считаем, раз-два-три-четыре-пять, холодильник автоматически выиграл. Вот такие малые холодильники, в российских операциях ни один производитель не производит, ни один производитель не производит. И вот только три. И вот мы тоже планируем на четыре года. Весциммер тоже морозильник-калорит, то есть для хранения мяса, рыбы. Вот, здесь вот у нас веник. То есть веник он сюда попал не случайно, на самом деле. То есть многие у нас были закачки-хитнес-центры, 10 принципов, хранящий другой. Свежесобранный веник, в бамблую морковку полиэтилен оплатывается, в морозильник складывается и зимой достается свежий веник. Вот это тоже наша гордость. То есть мы в прошлом году порядка десяти фур, то есть более шестиста единиц холодильник вот в таком дизайне. Под, так скажем, европейский торговый банк мы получили синий сертификат и, соответственно, поставляли в Европу, в частности, в Италии. То есть с этим партнером мы работать продолжаем в этом году. Кроме планов по поставкам холодильников для хранения напитков, мы уже готовим к отправке фуру в день на холодильник. И в март месяц план производства включили производство. Это все в Италии. Это все в Италии идет. Но мы, в том числе, с ними сейчас ведем переговоры. Их рассмотрим как с ВВД. И мы же из Италии охватывают другие страны. Это холодильник для хранения шуб. Этот? Шубок. Многие химчистки в Москве, в Петербурге, в крупных городах предлагают услуги по хранению меховых изделий. То есть экономика простая. Вот этот холодильник стоит порядка ста тысяч рублей. Стоимость хранения меховых изделий порядка пяти тысяч рублей. Сюда комфортно размещаются три шутера. То есть, соответственно, 8 месяцев назад приходится шубу где-то хранить. Если мы можем умножать до 15, ну как бы, мы понимаем, что срок покупания с этого холодильника меньше 20. Нормальный режим работает для того, чтобы мех всегда там чувствовал комфортно, порядка 8-10 градусов. Раз в месяц на сутки переходит на температуру минус 10. То есть из холодильника он превращается в морозильник. Почему это делается? Если вдруг там кто-то завелся, или другой, или другая жидкость, при этом царе, пока не погибает. Ну и наша гордость, то, чего мы с вами добились, то, чего мы достигли. То есть это базовые модели. От 140 литров, здесь 91 сантиметр высотой. Здесь это 1,30 м, мультизональный холодильник. То есть три независимые камеры, которые как раз для полного использовались. Здесь представлен образец с возможностью бронзирования. Деревянные полки, светодиодное освещение, электронный микропроцессор. Это дуб. Соответственно, угольный фильтр. Мы любой из серий на производстве Мактаве винных холодильников предлагаем в массиве дуба. Причем по желанию клиента, по желанию заказчика, любой цвет. Нам достаточно элемент фасада или фотографии для того, чтобы мы подобрали цвет выброса. Это кюмидор, то есть холодильник для хранения сигар и испанский федор. Это единственный вид дерева, который по запаху, по своим курсовым натяжным свойствам, он практически такой же, как сигары. То есть он не меняет курсовые свойства сигар. Мы единственные в Российской Федерации эту тему специализированного медицинского полка в начале 2000-х годов изучили. Лучшие международные практики, лучшие мировые практики. Мы начали серийно производить на сегодняшний день. Это целая гамма холодильников. То есть он плюсовых режимов. Там температура от плюс 2 до плюс 12. И минус 8-6 градусов мы серийно производим. Это холодильник 200 литров. Температурный режим в моменте минус 88 градусов. На электронном блоке управления можно посмотреть. То есть вообще как бы в мире буквально несколько производителей. Там порядка пяти, которые серийно производят вот с таким температурным режимом. Это холодильник для крови, свежезабранный режим. Здесь специальный холодильник для хранения вакцин. То есть в чем его особенность? При отключении от всех источников питания холодильник работает в течение 24 часов. Также данный прибор оснащен системой мониторинга. Данная система мониторинга синхронизируется с любым коммуникатором, планшетом и так далее. То есть он в онлайне постоянно регулирует температурный режим, влажность. Соответственно открытие двери. По осиных транспортным условиям он работает как стандартным 220 литров. И так работает и автоматизируется. Принус 88 градусов здесь. Рецинкулятор бактерицидный – это средство обеззараживания воздуха. Медицинский продукт, медицинский прибор, который прописан в стандарте оснащения лечебных процессов учреждений. Но его активно используют и в домашних условиях. И самое главное, что его можно использовать на винодельнях, где это очень нужно. А сейчас я предлагаю переместиться в нашу студию художественной росписи, где я познакомлюсь с удовольствием, как вручную нашу технику расписывают. Какой отчет для вас начальниц? Прошли. Мы в студии нашей художественной росписи. Здесь, как вы видите, вручную все происходит. То есть, по большому счету, вместо стандартного холста используется лист металла, а в частности, это дверь наших холодильных приборов и, в том числе, рециркуляторов. То есть, вы видите, все произведения искусства рождаются при помощи масляных красок и кистей замечательных художников. То есть, это все частные заказы, здесь у каждого на Мольберте, это все конкретно от наших клиентов. То есть, в принципе, любой холодильник? Абсолютно любой. И холодильник, и рециркулятор мы можем расписать. Нам достаточно, я говорю, картинки, фотографии, все что угодно. Хозяйка прислала фасад кухни. По ее фотографии мы расписали, как у нее там кухни полностью выглядят, причем не только двери, но и сам шкаф с холодильного прибора. Опять-таки, нам дали фасад гардеробной, и вот мы под этот фасад, под стиль Йенге, расписали это дверь и заготовка будущего шутного холодильника. Это уже все сделано вручную, то есть, каждый мазок, он все это... Ощущение как будто дерево. Да, это с кристаллами Сваровски, то есть, в том числе, мы инкрустируем кристаллами Сваровски. То есть, вот вы можете видеть, как это все происходит. Вот, пожалуйста, волк, это кто-то из охотников, который у нас заказал. А потом она не стирается. Так, на самом деле, там трехслойное покрытие латным, то есть, это в печи сушится, можно мыть, там, хоть фейри мыть, это не смывается. Главное, вот, окрашенный покрытие регистрата. Очень региональный. Благодарность президента Российской Федерации. В 2014 году был отмечен наш завод. В целом, все наши предприятия. Тот холодильник провел свой спецпроизводство. В 1978 год, как выглядело это производство? На самом деле, год очень тяжелый был для нас. Долг по зарплате перед сотрудниками был 11 месяцев. Здесь, вот, чем мы с вами находимся, примерно вот так это все выглядело. Прямо написано, не случайно, белый золот Тарстана. Все мы знаем, что черный золот Тарстана – это нет, соответственно, белый золот Тарстана – это наш холодильник. Вот так, через кнопку, да, так оно выглядит. Это самое первое наше автоматическое мнение. Почему говорю наше? Мы ее спроектировали и произвели собственными силами. И по сей день мы для собственного, потому что тут полноценно производим автоматическое мнение. То есть здесь на входе есть металла, на выходе готовые силы. Это крышка верхняя холодильника. Далее автоматическое мнение, но я не буду называть производитель. Эта документная, то есть в начале 2000-х годов мы ее приобрели. Самую навороченную на тот период такая была. Генеральный директор поставил задачу, что это баскидка, которую мы покупаем. Вся следующая лапка уже присутствует так. Когда мы ее получаем, вот, заготовка подходит, и происходит один из этапов. Это выработка длина штампов. Это сварка. Мы ее назвали мерейком. Это линия гибки пробивки дверей. Телаж, на котором уже готовы заготовки дверей. Полотенка там. Сердце полотенки – это мотор-компрессор, о котором я вам говорил. А подкулы – это вот эти вот тропчики, которые производятся на этом участке. Устанавливается мотор-компрессор и проходит процесс сварки. Мы красим наши владельцы порошковыми красками. В отличие от, так скажем, красок, которыми красит автомобиль, это красочная камера, самая современная, которая для сегодняшнего дня есть в мире. Вот эти поршунки, они наносят на лист металла порошок, и они поднимают туда наверх. Там 180 градусов, и этот порошок спекается. Вот, кстати, то, о чем я вам говорил, будут художественные ростки. Это частный заказ, то есть два холодильника отдельно. Мы их соединили вот таким замечательным художественным сюжетом. Тут уже устанавливаются барьеры полки, полки и сосуды. Уже далее в холодильнике идут. В той части происходит их упаковка, и они уходят на стол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА